Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите формирование общественного совета при УМВД по Ленинскому городскому округу. Мы как общественный совет, конечно, тоже все, что можем от себя, какую пользу можно приносить, пытаемся это сделать. Отчего страдают жители первых этажей дома номер 16 по Петровскому проезду. В нашем подъезде сейчас даже уже запах стоит, канализации, и в квартире тоже запах стоит. Во дворце спорта «Видное» стартовали соревнования по микс-файту. Мне стало немного страшно, но потом я понял, что я его сильнее, из этого я его выиграл. Продолжается формирование общественного совета при управлении Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу. Чтобы подать документы, у кандидатов остаются считанные дни. О процессе создания нового состава совета расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Общественный совет при УМВД контролирует и освещает работу сотрудников внутренних дел, помогает сделать их деятельность максимально открытой для общества. Его члены взаимодействуют с населением и следят, чтобы обращения граждан рассматривались вовремя и компетентно. Участвуют во всевозможных рейдах, акциях и мероприятиях, организованных полицейскими. Одна из основных функций совета – проверка условий содержания задержанных. Под условиями содержания имеются конкретно условия питания. То есть питание должно быть трехразовое, обязательно теплое. Доставляется это все отдельными порциями. Белье чистое. Белье меняется раз в неделю. То есть уборки должны быть чисты. Значит, цвет должен соответствовать определенным условиям. То есть, чтобы не тусклый, чтобы было удобно читать книги. Сейчас идет процесс формирования нового состава общественного совета. Войти в него может каждый гражданин, биография которого удовлетворяет критериям отбора. Гражданство Российской Федерации и возраст не менее 18 лет. С полным перечнем документов можно оснакомиться на официальном сайте управления МВД России по Ленинскому городскому округу. И также на официальном сайте можно воспользоваться бланками заявлений для приема в общественный совет. Документы можно отправить либо на электронную почту, либо принести по адресу город Видная улица Центральная, кабинет 409. Нынешний состав совета проработал два года. В него входило 13 лидеров общественного мнения муниципалитета. Его члены присутствовали на всех отчетах у МВД, участвовали в рейдах и профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения в Ленинском городском округе. Наше управление внутренних дел Ленинского городского округа довольно успешно справляется со своими обязанностями. Администрация идет навстречу им. Мы как общественный совет, конечно, тоже все, что можем от себя, какую пользу можем приносить, пытаемся это сделать. Подать документы можно до 29 октября. Далее начнется этап проверки и отбора кандидатов. Не более 30 человек. Первое заседание должно состояться в течение календарного месяца после подписания приказа об итоговом составе. На нем члены нового совета изберут председателя и секретарей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Затопление подвала в доме номер 16 по Петровскому проезду, к сожалению, не редкость. При благоустройстве дворовой территории у близлежащих домов была вырыта канава для отвода воды с автостоянки после дождей. И уходит она прямо в подвальное помещение 16-го дома. В результате жители первых этажей страдают от неприятных запахов, насекомых и грызунов. Жительница дома номер 16 по Петровскому проезду Ольга Хомякова рассказывает, что неоднократные жалобы в разные инстанции по проблеме подтопления подвала не дали никаких результатов. После многочисленных встреч с представителями администрации Ленинского городского округа для отвода дождевых и талых вод с парковки был установлен дренажный кювет вдоль пешеходной зоны. Но подвальное помещение продолжает затапливать. По несколько дней мучаемся, нюхаем вот эти вот водами, которые скапливаются в подвале. Насекомых очень много в квартирах появляется. Дети болеют. Сидим на больничных из-за того, что влага стоит в квартирах. Сотрудниками коммунальных служб было установлено, что основная причина подтопления – отсутствие централизованной ливневой канализации на данной дворовой территории. Это не первая сегодняшняя встреча, что могли сделать. Оперативно это прокопали траншею вот здесь возле 16-го дома для того, чтобы сделать сброс в период максимальных паводков, чтобы вода не подтапливала подвал до 16-го дома. Постоянная вода в подвале также грозит постепенным разрушением фундамента. Выяснилось, что и временная система водоотведения не работает. Вода не уходит и остается в канаве, так как щебенка рассыпана неровно и стекает снова под дом. Также не помогает и проем в тротуаре. Стоит отметить, что на него обещали установить решетку для удобства пешеходов, но до сих пор этого не сделали. Мы встречались на местном уровне с заместителем начальника управления, начальником территориального отдела Видной Расторгуева Татьяной Ивановной Поляковой. Встреча проходила у нас 26 августа этого года, на которой был озвучен данный вопрос. Дорожники должны были сделать. Аналогичная ситуация и у дома номер 12. Траншея для водоотведения также уходит в подвал. В нашем подъезде сейчас даже уже запах стоит канализации. И в квартире тоже запах стоит. Вызывали слесарей, и аварийку вызывали. И все равно запахи периодически вроде как пропадают. И потом опять невозможно дышать уже. На мой взгляд, здесь либо надо перестилать асфальт так, чтобы сток проходил мимо 16-го, мимо 12-го дома, либо делать какие-то отводные лотки, либо делать какой-то колодец. По результатам встречи был составлен протокол, который отправят главе муниципалитета. Кроме того, по данному вопросу готовится жалоба Ленинского отделения Общероссийского народного фронта, Министерства благоустройства Московской области и Госадомтехнадзор. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Число заболевших COVID-19 в Ленинском городском округе продолжает расти. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 284. Таким образом, по состоянию на 26 октября с начала пандемии в муниципалитете коронавирусом заразились 3618 человек. За неделю в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступило более 350 заболевших. Из них 72 – жители Ленинского городского округа. Всего сейчас там проходит лечение 470 человек. Еще более 900 лечатся дома. Развернуто 100 коек для пациентов с легким течением болезни на базе гостиницы «Профсоюзов» в поселке Дубровский. Там сейчас находится 21 заболевший. Между тем, число выздоровевших за прошедшую неделю также увеличилось. Выписано более 300 человек, из них 64 – местных жителей. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Носить маски и перчатки, по возможности избегать людных мест. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. В октябре отмечается Всемирный день зрения. К этой дате предприниматели Ленинского городского округа провели благотворительную акцию и сделали подарок нуждающимся. Один из салонов оптики, работающий на территории нашего округа, провел благотворительную акцию. Специально для членов общества инвалидов были подобраны новые очки, а торжественное вручение состоялось в центральной библиотеке. Когда ты делаешь людям, скажем так, добро, добро возвращается. И, понимаете, для меня это очень важно, делать что-то такое вот простое, наверное, все-таки это простое, человечное. Мероприятие прошло при поддержке торгово-промышленной палаты. Предприниматели, входящие в бизнес-сообщество, отмечают важность социальной ответственности, особенно во время пандемии. Как бы ни было тяжело сейчас со всеми нашими волнами, всякими кризисами, которые сложились в стране, наши предприниматели считают своим долгом помогать людям, которым еще больше тяжело. Руководство общества инвалидов выражает благодарность чутким к чужим проблемам людям. Ведь для некоторых из присутствующих здесь очки – жизненная необходимость. Они подарили им краски жизни, яркость, которая нас окружает. Люди в очках увидят мир прекрасного, который находится рядом с нами. И я хочу от всего сердца поблагодарить этих неравнодушных людей, которые дарят людям с ограниченными возможностями такое счастье – видеть. Стоит отметить, что все оправы были подобраны для каждого участника акции индивидуально. У Ольги Варламовой недавно был день рождения, и новые очки стали отличным подарком. Я эти очки сразу выбрала, можно сказать. Вот мне показали три пары на выбор. Я их сразу выбрала. Также для собравшихся выступили юные актеры из театральной студии «Волна» под руководством Алексея Мельникова. Ребята показали фрагмент спектакля «Алиса в стране чудес». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» стартовали соревнования по микс-файту. Это современный отечественный вид спортивного единоборства смешанного стиля. На протяжении трех дней более 200 спортсменов со всей России будут бороться за звание сильнейших и разыгрывать путевки на чемпионат мира. Подробнее расскажет Максим Козлов. Всероссийская федерация спортивного микс-файта существует в России с 2016 года. Соревнования под ее гидой проводятся постоянно, но, как и во многих других видах спорта, в этом году чемпионат страны оказался под большим вопросом. Все гадали, все задавали вопросы, отменят, не отменят. Но, слава богу, как говорится, у нас мероприятие стартовало. И, как вы видите, поединки проходят, и будут ребята отставить звание чемпиона России и во взрослом категории за чемпионские пояса будут выступать. В нынешнем чемпионате России по микс-файту принимает участие более 200 спортсменов со всей страны. Их возраст от 10 до 40 лет. В связи с ограничениями находиться в зале могут только члены команды, судьи и тренеры. Но даже в таких условиях страсти здесь кипят нешуточные. На него смотри в голову. Постоянно дергай. Вверх, вниз, пойдем. Вверх, вниз, пойдем. Принимает участие в соревнованиях и видновская команда «Хайкик». Всего честь клуба защищают 18 бойцов в возрасте от 10 до 28 лет. Поединки только начались, а наши ребята уже показывают хороший результат. Подготовка числа очень хорошая, потому что турнир имеет в нашем доме в городе Видном. Отличные впечатления. У нас уже трое в финале. У нас в принципе финальные бои, остальные человек 15 еще впереди поединка ожидают, еще не были. Канжар Душванкулов, он в синей форме, один из бойцов видновского клуба «Хайкик». Через месяц ему исполнится 11 лет смешанными единоборствами. Канжар занимается два года. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, ему удалось принести победу в копилку команды. Победа присуждается бойцам синим курицам. Уже после спортсмен признался, что перед началом поединка чувствовал себя не вполне комфортно. Я начал волноваться очень, когда я уже пошел в ринг. Мне стало немного страшно, но потом я понял, что я его сильнее, из-за этого я его выиграл. Соревнования продлятся три дня. По их итогам будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате мира. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.